Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начнем курс нескольких лекций. Я сам еще не знаю, сколько. Лекции, которые будут посвящены, как построить еврейскую семью. У нас как-то однажды была уже такая серия, но я сейчас как раз занимаюсь этим вопросом, поэтому мне кажется, это будет интересно всем. Итак, как же построить? Мы начнем с того, как выбирать жену или мужа. Не важно, кто это сейчас смотрит. А потом, когда уже существует семья, как вести себя в семье и что не делать, и что нужно делать для того, чтобы брак был успешным, чтобы не было брака в браке. Итак, начнем с выбора. Прежде всего, да, кстати, я вам советую записывать, потому что это такие вещи, которые, я не знаю, есть такое выражение на иврите, это такие вещи, которые вы нигде не услышите в другом месте. Поэтому, чтобы у вас осталось, потому что все забывается, вы так примерно помните, так это не помню. Я думаю, что есть как бы шесть таких основных этапов и таких принципов, по которым нужно искать себе невесту или жениха. И прежде чем я вам скажу, какие эти этапы, я сначала скажу вам, что нужно сделать еще до этого. Нужно, прежде всего, определить для самого себя, а что вы ищете. Сказать самому себе конкретно, какую семью вы хотите построить, с какой девушкой вы хотели встретиться. Потому что у каждого в голове есть какие-то фантазии, там есть какие-то мысли, какие-то мечты, желания, но они не сформулированы. А когда они не сформулированы, то есть много путаницы в этих вопросах. Поэтому я думаю, что это нужно сделать с самого начала. Не о чем вы мечтаете, а какие ваши планы. Это принципиальная разница. Не фантазии, а надежды, желания. Чего бы вы хотели на самом деле. Это первое. Начнем. Это еще не начались здесь шесть принципов, но я просто говорю, это пришедший до этого. Это первое. Второе. Нужно понять, что наши мудрецы говорят, что каждому человеку есть его сопутствующая душа, как бы та, которая ему подходит. Но я думаю, что неправильно понимают эти выражения наших мудрецов. Это сказано в Марье, в трактате Сота, что 40 дней до того, человек вообще был зачат, уже было известно, кто его пара в этом мире. Но это неправильно воспринимают. Люди думают, что вот, а если он был же два, три, четыре раза, если и больше, то все они были уже до этого запланированы для него. Или что вот он там должен, он сейчас там женился или вышла замуж за какого-то нарцисста. Так что, это потому что так, Бог захотел 40 дней до того, как она пришла в этот мир, то есть сейчас она должна будет жить с этим абьюзером. Нет, конечно, это не так. Не в этом дело. А имеется в виду, что существует, что наши души приходят в этот мир парами. Каждая душа, несмотря на то, что мы думаем по-другому, мы считаем, мы себя воспринимаем как одно целое, как сам себя, как нечто автономное. Но это ошибка. Наши мудрецы говорят, что первый человек был создан как пара с самого начала. И все души приходят в мир, они приходят парами. Но это не значит, что вы выйдете замуж и вы женитесь на своей суженой, то есть то, которое вам запланировано. Это значит, что есть какая-то девушка, женщина в этом мире, которая вам подходит по сути вашей, как бы ваш близнец. Но этот близнец, это не значит, что она такая же, как вы. Она может быть абсолютная противоположность вам. Но вы являетесь парой, в которой дополняете друг друга. И вот если люди заслуживают того, и это совсем непросто, они могут встретить такую девушку в своей жизни. Но это не значит, что вы обязательно на ней женитесь. Может быть, вы будете ее недостойны? Или она вас? Или же еще какие-то вещи помешают? Поэтому говорит Рамбам, что не думайте, что это вам запланировано заранее. Каждый человек сам строит свою жизнь, сам выбирает свою супругу. Но я думаю, что здесь есть еще один такой интересный момент в этой истории. А момент он вот какой. Но это нужно вообще сказать в конце лекции и на другие уроки пойдет. Но это все равно я вам сейчас скажу. Я вам расскажу такую свою личную немножко историю, свою романтическую историю. Много лет назад я учился в одной Ищеве. Я учился в Ищеве в Байтеле. В Байтеле 14 лет. Просидел там, как Якова Вину. От звонка до звонка. То есть, не выходя из Ищевы, сидел 14 лет и учился. С утра до ночи. Наш отец Яков, он так учился в Шемпееве в Ищеве. И вот, все время там я встречался. Там, конечно, у меня были Хевру, там, то, то, то. Я так учился, учился сам. Но все время мне было не совсем то. Он не, ну, что-то не хватает. Ну, да, 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 да. В один год я начал учиться одним парнем, который предложил мне, говорит, хочешь, чтобы мы будем вместе? Он говорит, где, вот там, так, так, принято здесь. Будем Хевру? Я говорю, да, да, конечно, конечно. Начали учиться вместе. И вдруг я взлетел, воспарил. Я так мне понравилось с ним учиться. Он был такой умный, такой неожиданная мысль. У него такой своеобразный подход. И очень оригинальный, и очень скурпулезный, и очень точно. Все, 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 как мне подходит. Мне это так понравилось. Я до этого все время был, ну, да, ну, да, да, да. И вдруг тут этот пошел, этот парень, с ним у меня такая любовь. И я уже был жена, там, у меня уже были дети, но, тем не менее, я был в Колеле, а он был в Ахуре Шипау. Он еще продал учиться. И вот мы учились, учились, учились. Это был самый счастливый год в моей учебе за этих 14 лет. Этот год был самый счастливый. Кончился этот год, и в конце года он мне говорит, я на будущий год меняю Хевру? Хевру, и так здесь принято часто, да, люди там учатся, а потом меняют. А есть такие, которые годы, там, 30 лет учатся Хевру, я знаю такую. И вот я ему говорю, а почему ты хочешь поменяться, тебе что, что-то не понравилось между нами? Он говорит, нет, все нормально, все хорошо, учусь, учимся хорошо. Я говорю, почему же ты хочешь менять, меняться? Он говорит, это у меня принцип такой. Я каждый год занимаюсь, меняю Хевру, чтобы есть, в каждом человеке есть какая-то особенность своя. Какая-то своя такая, как бы... И вот я хочу каждый раз видеть другой взгляд, меняю. Так у меня, так уже все годы. Я ему говорю, ну тебе же сейчас хорошо, и мне хорошо, и тебе хорошо. Почему ты хочешь меня? А куда ты знаешь, что с ним тебе будет хорошо? Он говорит, да, ну я так, да, да, да. И мы расстались, мне это было очень трудно. Я искал себе другую Хевру и не нашел. И вот это самая романтическая история моя жизнь. Я сидел в бэтмитраже, то есть в зале учения. И он со своим новым партнером сидит там, пару скамеек передо мной, и они там вдвоем учатся. А я сижу один, потому что я не нашел себе подходящего. Мне трудно найти, кто бы мне подходил. Я сижу и смотрю на них так. И как они там спорят, и как они там... И я вспоминаю, как мы там с ним спорим. Если бы я... То есть если бы я... То есть я, как это сказать... Был гомосексуалистом, я бы, наверное, подумал, что я так в него влюблен. Но я не гомосексуалист, поэтому я... Знаешь точно, что я в него не влюблен. Но я был в него влюблен в душе и в мыслях. Мне так нравилось с ним учиться. А он сидит там. И я им завидую. И я так ревную. И это такая, буквально, знаете, как французские такие романы. И вот в один день и Вох и Вруто не пришел на занятия. И он так посмотрел по залу, смотрит. Я видит, что я один. Он подошел ко мне и говорит, хочешь сегодня? Он-то не пришел, мы можем сегодня. Я говорю, да, да. Я говорю, да, пожалуйста, если хочешь, пожалуйста. Ну, ладно. Начали мы заниматься. И опять так здорово. И так хорошо, так интересно. И опять такие у него мысли. И у меня такие мысли. Наконец-то меня кто-то понимает. У меня было такое ощущение, что меня никто не понимает. Я там, всякие у меня идеи. И когда я учусь с обыкновенных и Вруто. И он так, они говорят. А то, да, конечно. Это ему так и то. И вот кончился этот седер. И я говорю, ну, пока, пока там все. Я им говорю, слушай, а ты с тем тоже так глубоко учишь, как мы с тобой? Он говорит, нет, у него совсем другой подход. Я говорю, ну, ты же теряешь при этом. Он говорит, да, я теряю, но у него интересно там, да, он подходит. Я говорю, ну, почему и как? Я говорю, слушай, я вижу, что ты не находишь в себе Хевруто. Но это делается потому, что ты ищешь, кто бы к тебе подошел. И вот ты примериваешь этого человека к себе. Подходит он к тебе или нет? И ты видишь, что он не подходит. И ты его выбрасываешь. То есть ты ему делаешь аудишн. Знаете, что я аудишн? Аудишн – это в кино, прежде всего, берут актера на роль. Берут, например, 10 актеров, кандидаты на предвью рон. Кастинг. Это кастинг, это имеется в виду, когда… Аудиенция? Аудишн – да, но он английский называется аудишн. Это в кастинге, это когда… Это сами эти актеры, вот это они кастинг, да. А вот ты его берешь на этот… На проверку, вот это аудиенция, да. Аудишн. И когда ты его рассматриваешь, и ты видишь, что он тебе не подходит, ты его… И пошел дальше, да. Ты говоришь, next. Ты говоришь, что тебе в голове next. То есть следующий, да, по очереди. Он говорит, а я пытаюсь, когда мы начали заниматься, говорит, ты помнишь, когда мы начали заниматься, ты не был на том уровне, на котором я был, я… Да, правда? Говорит, но я с тобой вместе, то есть я тебя пытался сделать так, чтобы между нами возникла настоящая учеба. Мы вместе ее создали. Я активно относился к нашим отношениям. И вот когда это произошло, тогда у нас пошло все хорошо. Говорит, ты тоже. Ты сейчас, когда ты берешь новую хевруту, не проверяй его, а просто начни вместе с ним создавать вашу хевруту. Создавайте ее вместе. И мне это очень понравилась, эта идея. И я попытался это сделать так, и действительно так получалось. И мне было намного легче. Я думаю, это примерно то, что происходит в семейной жизни. Мы, люди по ошибке, ищут кого-то, кто бы им подходит. Вот он нам не подходит или он мне подходит. А что значит, когда ты ищешь кого-то, кто тебе подходит? Это значит, что ты хочешь оставаться незыблемым. Ты хочешь быть кем-то ты есть. И вот сейчас ты ищешь девушку, которая тебе подойдет к тебе. А ты не хочешь подойти к ней. То есть ты себя не подгоняешь под ее, а ты ее подгоняешь под себя. И вот тогда получается тяжело. Вот это одна из причин многих конфликтов в семейной жизни. А нужно делать так, чтобы мы вместе строим нашу семью. Когда мы ее строим, то понятно, что что-то где-то я себя должен изменить, это она изменить. И об этом мы говорим на встречах. То есть мы не просто на себе думаем об этом. Вот это очень-очень важный подход. Теперь проблема в том, что трудно найти. То есть не скажем человеку, ты можешь играть в эту игру. То есть то, что мне этот парень объяснил, это хорошо, когда у тебя есть там такие, которые легко идут. А тогда нет. Ты можешь пытаться, пытаться, пытаться. Он был мастером в своем деле. Он всех мог менять и делать с ними что-то вместе. А я нет. Поэтому нужно нам искать такие вещи, которые бы не помешали нашей семье в будущем. Вот есть шесть таких вещей, которые могут помешать. Или шесть таких критерий, которые помогут вам создать такую хорошую свою семью. Тогда мы будем знать эти критерии. Итак, первый критерий. Первый критерий, который нас научил Раф Цвилда. Знаете, есть Раф Кук. У Раф Кука есть сын, который он создал. Как бы он был главой Ишивы Мерказа Рафы. Он был учителем Раф Бегона. Раф Цвилда. Это известный такой большой-большой раввин. И он говорил так. Люди, прежде всего, главное требование к людям, чтобы они были нормальными. И он возвращался, говорил об этом словом много раз на русском языке. Он был из России. Они приехали из России, из Белоруссии. Он говорит, Талмит Хахам царих льет нормали. И говорил об этом многое слово. Нормали. Кодом колд царих льет нормали. Нормали. Можно сказать на русском, это на иврите. Но он нормальный. Должен быть человек нормальным. Если ты там большой праведник, и ты очень хороший там большой-большой праведник, но ты ненормальный, то это проблема. А что такое нормальный? Первое условие, да? Да, первое условие. Нормальный. То есть, если вы встречаетесь с девушкой, и вы видите, что она красива, ненормально красивая, бегите от нее. Ну, а если хочется рискнуть, как бы. Почему в Торе пишет Тора именно о красоте праматери, которые являлись самыми духовными личностями? Да, да, да. Вот это важно, что она была самая красивая. Да, да, да. Верно, верно. Хороший вопрос. Верно. Это когда все вместе, гармонично создано, тогда это, об этом говорят, да, это вот, она была очень красивой. Но если обычно все, что в нашей жизни происходит, обычный человек, который, у него есть какое-то сильное, какое-то качество, утрировано, то оно портит всю личность человека. Ну, вот, например, если она ненормально богата. Очень богатая девушка. Хорошая, нормальная, все хорошее человек. Только она очень богата. Очень. Не тянитесь туда. Потому что все, что ненормально, оно влияет на человека. Если она вдруг-то выиграла 50 миллиардов долларов, ну, ладно, бывает, она же не виновата. Но если она выросла в доме, в котором было 50 миллиардов долларов, то это не может не повлиять на ее личность. Элен Кен, то есть, только при условии, если она работала на родине, если она ходила к психологу, там она работала, понимая, что это, у нее есть какая-то ущербность тем, что она богата сильно, вот тогда она может, тогда нормально, да? Но если она просто выросла такая, не стоит с ней строить семейную жизнь. Понимаете, семейная жизнь, это важнее, чем деньги. Вам будет все хорошо, там, вымыть свои самолеты, там, яхты, это все, ничто. Если плохая жизнь, семейная, то все это ничего не стоит. Это вам кажется, что, понимаете, если только люди, которые голоден, ему сейчас начинают рассказывать, да, ты знаешь, а это еда, вообще, кому это нужно, там, мы можем, мы вообще питаться, есть такие солнышки, как отца солнца, мы будем жить фотосинтезой, да, 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 покушаем, потом поговорим, после обеда, встретимся после обеда, пока человек голоден, ему трудно это представить, но знайте, что это вещи, которые, это не так, что она очень красива, или очень мна, очень, необыкновенно умная девушка, бегите от нее, человек должен быть нормальным, нормальный, это значит, все нормально, вот есть такой мидраж, называется, Вилкут Шимони, так он называется, Вилкут Шимони, в этом мидраше, рассказывается, что хана, навия, пророчество хана, помните, в книге Шмуэля, есть такая, такой образ, она основатель всей нашей молитвы, то есть, вся молитва Шмунайсы построена на молитве хана, об этом говорит Дмара в трактате Брахот, и вот, хана, когда молилась, то она, говорила, у нее не было детей, как вы помните, наверное, и, когда она, она молилась, в Шилу, в Мишкан, как это называется, я не знаю, по-русски сказать, в Мишкан, ну, это как бы храм такой, да, переносной, она там молилась, и Эли подумал, что она пьяная, что она нетрезвая, он, кто знает, эту историю помнит, вот она там, это вот, такое есть там выражение, она когда молится, она говорит, дай мне сына, пошли мне сына, как люди, такое выражение странное, как все люди, или как человеки, да, что это такое, зера анаши, это точный перевод, бен, шу, зера анаши, и вот наши мудрецы, в Медраж, Иркут Шимони, спрашивают, что она имела ввиду, когда она сказала, дай мне сына, как люди, что это такое за выражение, и мудрецы объясняют, она просила, чтобы он был не очень высоким, и не очень низким, чтобы он был не толстым, и не тонким, чтобы он был не таким, и не таким, и не таким, и не таким, и кончается тем, чтобы он был не слишком умным, и не слишком глупым, и это странно, правда, потому что ум, ну кто же не хочет быть слишком умным, вот это я говорю, это плохо, быть слишком умным, да, я слышу, что люди, которые слишком умные, или слишком, у них какая-то особенность есть, они теряются, теряются, и они не добывают с таких усот, как нормальный человек, да, есть разные, да, есть разные ситуации, но вот хана просит, чтобы он был не слишком умным, и так же наши мудрецы говорят, и так же наши мудрецы говорят про Шауля, говорят, не будь слишком праведным, не будь слишком праведным, слишком, слишком праведным, тоже нехорошо, ты должен быть нормальным, и вот девушку нужно искать нормальную, хорошую, нормальную девушку, это первый принцип, критерий, второй критерий, она должна быть, или вы должны быть, все, да, мы говорим о ней, о вас, это тот же подход, человек в семейной жизни должен быть интерактивным, вот эту интерактивность, можно ее понять, и воспринять, увидеть ее до свадьбы, что значит интерактивная, интерактивная, это значит, что она принимает во внимание ваши желания, ваши мысли, то, что вам нравится или не нравится, и меняет себя, подстраивает себя под вас, а вы подстраиваете себя под нее, вы не говорите, а я такой, что ты хочешь от меня, или она говорит вам, да, вот так я привыкла, я так не хочу менять, вот если у нее такой подход к жизни, то, то уходите, в чем это выражается, я вам там пример, ну вот например, вы говорите, там, девушки, например, вот мы договоримся о встрече, и ты постоянно опаздываешь, там, на 10 минут, 15 минут, это нормально, это люди, жизнь, опаздывают, но мы все время встречаемся, там, на улице, и здесь идет дождь, или холодно, или есть ветер, и стоять 15 минут, и мерзнуть, там, под дождем, все такое, это неприятно, или там солнце, жарко, негде укрыться, то, то, попытайся встречаться вовремя, если она вам говорит, эта девушка, ну, что ты обращаешь весь внимание, на такие мелочи, оставим, ну, что это за глупости, она не интерактивна, с ней не стоит продолжать встречаться, или же она говорит, ну, да, конечно, конечно, ты прав, конечно, верно, я буду приходить вовремя, и продолжает опаздывать, она не интерактивна, или, или наоборот, я сказал, там, ей что-то не нравится, вас, там, вы говорите, ну, так, я вот такой-то, если это вещи принципиальные, то вы просто не подходите друг к другу, там, например, она не хочет, чтобы вы носили бороду, для вас это принципиально, вас это важно, а если нет, сберите бороду, а если вам это важно, вы ей говорите, ты знаешь, мне, это вещи, это здесь не связано с интеракцией, это связано, какие, какой вы, кто вы, кто она, но если это вещи не связаны, с такими принципиальными вещами, это, 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 там, и поведение, там, она, например, там, говорит, я, я не очень, допустим, мы договоримся, что, там, мы будем, там, когда идем в кафе, то мы платим поровну, да, то есть, сколько, сколько сели, там, поровну, или я буду платить за себя, ты будешь купить за себя, он говорит, ну, оставь, я за все заплачу, я плачу за все, оставь, не играет роли, она говорит, нет, я хочу все же, сама платить, нет, 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 я мужчина, я джентльмен, я плачу, значит, он не интерактивный, человек, должен быть интерактивным, если он, настаивает, на своем, значит, ему, твое мнение, не очень важно, поэтому, с ним трудно будет жить, и поэтому, лучше не продолжать, да, это вот называется, интерактивность, так же, да, или он, она вас там называет, каким-нибудь там, именем, таким, который ей нравится, вас зовут там, как-то там, моши, она называет вас, мошико, например, да, так я люблю, мне так нравится, мне это я, продолжает делать то, что она хочет, есть в этом проблема, она не интерактивна, она не уважает вашу просьбу, она не реагирует, она вам не подходит, это второй, третий пункт, она должна быть, и вы, человек, который строит свою семью, должен быть идеалистом, что значит идеалист, идеалист, это человек, которого интересует, не только его личная жизнь, он хочет помогать людям, он хочет там, строить новое поселение, где-то там, он хочет идти в армию, защищать там свою родину, он хочет изучать Тору, он себя посвящает чему-то, или она себя чему-то посвящает, она в частности, на частной личной жизни, ее интересует, что происходит в стране, она не говорит, а какая мне разница, я вот, главное, чтобы дети были здоровы, чтобы еда была вкусная, чтобы все домик, мы строим свой маленький, маленькое гнездышко, свой уют, мы создаем свою маленькую семью, если это такая девушка, то она вам не подходит, почему, потому что человек, который он эгоист, он будет эгоист, также и в отношении с вами, люди, которые идеалисты, они не могут, они не только идеалисты по отношению к другим, они также идеалисты по отношению к вам, с таким человеком, намного легче жить, поэтому она должна быть, нужно искать, что она идеалистка, а если она нет, то не стоит, это третий, четвертый момент, четвертый момент, она должна быть, по-русски сказать, бугер, возмужалый, не возмужалый, зрелый, зрелый, да, она должна быть зрелый, что значит зрелый, что значит зрелая девушка, это не в, там, там, имеется в виду возрасте, а что такое зрелый человек, мужчина или женщина, неважно, в чем его зрелость вызывает, она выражается в нескольких пунктах, первый пункт, она должна быть автономной личностью, то есть она должна быть такой, которая не зависит от мамы с папой, или там от своей старшей сестры, или там от своего, или он от своего, там, друга или подруга, там, то есть это сепарация от родителей, должна быть ясной, почему, потому что человек незрелый, она строит потом свою жизнь, в соответствии с тем, что другие люди хотят от нее, например, вы хотите, чтобы в вашем доме не было телевизора, допустим, она говорит, ну, ведь, ну, вот там мама приходит, она, ей будет скучно, она будет здесь сидеть, у нас ей будет скучно, она боится того, что мама скажет, или же вы договариваете, например, мы будем давать ребенку только здоровую пищу, а ее родители приходят, приносят там торты, там пряники, всякие там леденцы, всякие там это, или там дает и там, всякие нездоровую пищу, мы же договорились, что там ребенок будет, она говорит, ну, это же мама, ну, что я могу сделать, ну, что я не буду же я с мамой ссориться, из-за какого-то там, из-за колбасы, или там, мама не очень соблюдает там кашрут, или очень ее родители там, не соблюдают субботу, ну, я же не могу там ребенка, чтобы она не проходила к бабушке своей в гости, то есть она зависит от кого-то, и поэтому решение должно быть однозначно, нет, мы автономная область, родители не могут говорить нам, что делать, что не делать, жить нам там, в поселениях, не жить в поселениях, там, и все, все такое, независимым человеком, она должна быть независимая, и обо всем, об этом нужно говорить до свадьбы, то есть встречаетесь, там, говорите, там, сначала говорить, там, про звезды, про погоду, про, про политику, а потом, через три минуты после этих разговоров, small talk, потом, о чем мы говорим, главное, какую мы, как ты видишь семейную жизнь, как ты думаешь, как ты относишься к такой ситуации, например, там, если, там, я не работаю, или ты не работаешь, или ты ждешь того же, там, что, как мы будем тратить деньги, на что мы будем тратить деньги, сколько мы хотим, там, копить деньги, на что-то, мы хотим то, то, все, 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 обо всем мы говорим однозначно, а как ты будешь, как ты смотришь на то, что там, вот, твои родители будут вмешиваться в нашу жизнь, будут нам говорить что-то там, ну, это же родители, ну, я же не могу им сказать, там, не вмешивайтесь, значит, она не подходит, или же вы говорите с ней, я думаю, что нужно так, и так, и так, если она принимает точки зрения, прекрасно, если нет, то нет, нужно уметь ее потерять, это первый пункт, понятие зрелости, второй пункт, это, что у вас общее мировоззрение, что значит мировоззрение, это может быть такое, что там, вы хабадник, она там, религиозный там, сионист, или там, вы такой-то, она такая-то, все нормально, это все хорошо, все хорошо, можно, можно говорить, друг у друга учить, и все хорошо, но если она, ярая сионистка, и никого, кто не сионист, она не понимает, то есть в этом проблема, как же, ну вот там, ну ведь там, есть что-то хорошее, и у хабада, и у харидим, нет, они все там, харидим, паразиты, они тут, амед, или там, эти сионисты, они все такие там, легковесные такие, они там, или эти там, все плохие, только наше направление хорошее, только у нас, есть в этом проблема, Второй пункт, значит, как звучит второй? Второй пункт, это называется, мировоззрение, нужно найти такую девушку, которая не ищет себя, которая уже нашла, если она ищет себя, то с вами на сегодня, да, все хорошо, все нормально, а завтра она решила, что она лучше поедет, в Индию, учиться буддист, будет буддисткой, а как, нет, должно быть что-то такое, что она, уже, уже нашла себя, как один, со мной посоветовался, один человек, он хотел, он сомневался, идти учиться, на раввина, рабанут, или же, учиться, на певца, у него очень хороший голос, он очень-очень красиво поет, очень красиво, профессионально, действительно, вот что лучше, быть раввином, или певцом? на религиозном мире, не церкви певец, или? да, нет, религиозном, певец и религиозном мире, какие есть там, шайрибу, например, да, есть такие виды, понимаете, у него очень большой спектр сомнений, когда есть большой спектр сомнений, то с ним, то с ним трудно, в такой ситуации, ему будет трудно найти себе семью, потому что девушка, которая выходит замуж за раввина, потом, кто-то будет, потом раввина, потом вдруг он оказался певцом, у нее совсем другие были планы, она все, все, все не меняет, или наоборот, она выходит замуж за певца, вдруг он стал раввином, поэтому, ну, я ему вообще посоветовал, чтобы он стал хазаном, хазан, он и раввин, и певец вместе, это шутку я ему сказал, конечно, нет, это нужно, чтобы устоявшийся человек, устоявшийся личность, можно менять, но, но, ну, это серьезно, не такое, что сегодня так, завтра так, это второй, третий компонент, этой зрелости, она, вы, обязываетесь, то есть, вы исполняете ваши, то есть, то, то, к чему вы обязались, вы это, верны, да, вы верны своему слову, как вы сказали? Принимаете на себя обязательно. Да, принимаете на себя обязательно, да, вы верны своему слову, то есть, например, там, вы договорились, что после свадьбы, она будет ходить, там, покрывать голову полностью, кису и рожь, да, платок будет, сходить с платком таким, или что такое, что будет покрывать волосы, она вдруг говорит вам, ну, на самом деле, я не очень-то хочу, сегодня хочу, а вот, на завтра не хочу, не стоит с ней продолжать, потому что, этому, может быть, не от конца, с ней будет трудно жить, сегодня так, завтра так, потом опять будет постоянный, и человек берет на себя обязательства, и он его исполняет. Это четвертый пункт, который называется бугер, то есть, он зрелый. Пятый. Что с ней легко, просто легко жить, с ней легко встречаться, разговаривать, интересное времяпрепровождение, нормально, то есть, вам не нужно никого из себя делать, вам не нужно, там, представлять себя, что вы, там, большой мудрец, или вы, что там, какой-нибудь спортсмен такой, что вы на самом деле нет, или что вы, там, какой-нибудь, там, допустим, очень хорошо разбираетесь, там, в каких-то вещах, там, или солдат такой, все это не нужно. Вы, вы, вы как вы. Если вам с ней хорошо, то это очень хороший, очень хороший признак. Не нужно играть. нет никакого напряжения между вами, нет каких-то, что вам, а вдруг я ее чем-то задел, она мне не позвонила обратно, она больше меня не любит, там, я не знаю, или, нет, просто с ней хорошо, нормально. и при этом вы можете разговаривать о чем угодно. Нет табу. Я по-русски тоже говорю табу? Да. Нет табу. То есть, нет, вот об этом ты не спрашивай. Эти вопросы ты мне не задавай. Нет ничего такого, о чем мы не могли говорить. Ну вот, задайте ей такой вопрос. А как ты смотришь, допустим, например, я хочу знать, как, есть ли в вашей семье, например, какие-нибудь проблемы генетические? Ведь могут быть такое, что у них из рода в род, там, из поколения в поколение, рождаются дети с дефектом. Это не значит, что у женщины, у которой рождаются дети с дефектом, с ней не стоит выходить за нее замуж, там, жениться на ней, или там, ей не стоит выходить замуж. Нет. Это просто говорит о том, что вы можете задать этот вопрос. Это правомерный, нормальный, правильный вопрос. И это нужно выяснить. Если вы решили, что вы хотите выйти за ней, там, жениться на ней, несмотря на то, что у нее есть дефекты генетические, то вы знаете, на что вы идете. Вы понимаете, куда вы идете. Вы хотите, несмотря на то, что там у нее есть проблемы, вы хотите расти детей, берете в такую возможность в расчет, или что у нее не будет детей, например, что она там бесплодна, допустим. обо всех этих вопросах можно говорить. Любой вопрос, он правомерный. Конечно, смотря, как вы его задаете, как спрашивают, она разведенная, например, почему ты развелась, об этом мы не будем говорить. Давай договоримся, что об этом ты со мной не будешь никогда, мне больше не задашь этот вопрос. Ну, значит, есть проблема какая-то. Не стоит с ней продолжать. Вот этого спрашивать нельзя. И не важно, что это за вопрос там. Интимная жизнь, экономические вопросы, болезни в семье, все, что вас интересует, обо всем мы можем говорить, все открыто, все нормально. И еще один элемент в этом ряду, это то, что она не пытается вас изменить. То есть, она, допустим, хабадница, а вы сионист, или, например, вы инженер, она хочет, чтобы вы изучали Тору, или что, вы там учитесь в Ишеве, она хочет, чтобы вы пошли заниматься бизнесом. Не важно. и вы чувствуете, и вы чувствуете, что она вас программирует, она на вас давит, она вас меняет, она вас хочет менять под свои мерки. Вот есть в этом проблема. об этом, об этом, не нужно, а, все, вот она так сказала, я хочу, чтобы ты, там, чтобы мы, там, ездили за границу на курорты, а ты, как ты так подумала? Нет, обо всем мы говорим нормально. И вы говорите, я вижу, что тебе нравится другой стиль жизни. Я Бахури-Шива, я учусь в Ишеве, а ты мечтаешь ехать на, там, на курорты в Пальма-де-Майорка. Как, как ты смотришь на это? Я вижу, что у нас это не, ты хочешь, чтобы в конечном итоге я тоже ехал туда, или там, чтобы мы вместе, там, танцевали, где-нибудь в каком-то там. Я, я не, когда она давит, значит, это не подходит. Но если вы говорите об этом, она понимает, да, да, ты прав, все, все прекрасно. Но если продолжается, она хочет вас изменить. Вот это, это проблема. Это ломаргишно, это пятый, шестой, последний. Это когда у вас есть взаимная симпатия. То есть, взаимная симпатия, это значит, что вам она нравится. Просто она нравится вам. Это не такое, что вот, я иду исполнять заповедь, я иду там жениться, потому что так заповедно, мне это нужно делать, я все это делаю. Нет, она симпатичная, нравится вам, хорошо с ней. То есть, должна быть какая-то, какой-то элемент такой тяги один к другому. Нет только все логично и сухо, то, как я объяснял до этого момента. Должен быть какой-то, какой-то момент такой, что нравитесь друг другу. это не значит, что вы должны быть влюблены. Я думаю наоборот. Если человек чувствует, что он влюблен, я бы посоветовал ему прекратить эти отношения, хоть на какое-то время и разобраться в себе. Почему ты влюблен? Почему ты потерял свою голову? Потому что влюбленность она ослепляет, она вам не дает возможность трезво оценить ситуацию. Вы не выбираете ее, а вы просто загипнотизированы, вы тянетесь. А когда есть такая влюбленность, обычно это решение не всегда правильно взвешиваетесь с ситуацией и вы делаете ошибки. Потому что люди обычно влюбленность проходят после семейной жизни. То есть когда начинает семейная жизнь, начинается будний, то влюбленность проходит. И что остается? То, на что вы не обратили внимания из-за своей влюбленности. Поэтому нет, выбор должен быть трезвым. И вот в такой ситуации, когда вы найдете такого человека, то нужно сделать все, чтобы ее не упустить. пить. Да, есть такой стих, который английский говорит. And when he'll come my way, I'll do my best to make him stay. And when he'll come to my way, I'll do everything от меня завище все, чтобы он остался, чтобы он не ушел. Знаете, это очень важно, что когда вы найдете такого человека, то вы знаете, что это очень дорого. Вы получили клад, великий клад, найти такую девушку или такого парня. Это трудно, но когда вы найдете, это нужно уметь ценить очень 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 сильно. Это совсем не само собой разумеющееся. Это, как я вам рассказывал в начале нашего урока про этого парня, в которого я был влюблен с ним учиться. Вот вы его нашли. Вы нашли такого человека. Нужно его уметь не упустить. Потому что люди часто умеют потерять, не умеют ценить. Нужно знать. Хотел вас спросить про интерактивность в связи со всеми этими пунктами. Не могут ли все эти пункты дать возможность самого блока? Я сейчас задам вопрос. Вы дали тот пример, что если она в разводе и ей это не нравится, а я хочу поговорить, а она говорит нет, со мной не говорит, то у нее и является проблема. Но ведь я могу проявить свою интерактивность и мы уходим в четвертый пункт зрелость. Если для нее это травма и это больно, почему я не могу подождать, а вдруг она сама повзрослела. Сами эти пункты не могут же они меня все эти пункты вместе не могут ли дать мне логическое тоже знаете такое некий блок я мог бы ее понять а здесь а ты не хочешь говорить значит я знаю что есть проблемы и я упускаю это верно это может быть такая ситуация поэтому это все что я говорю это как называется наши мудрецы называют это хахам и на верушок то есть мудреца глаза на голове странное выражение у другого где глаза не на голове нет имеется ввиду что нужно понять понимать ситуацию если у нее какая-то есть травма что такое связано с разводом окей так подождите день два еще какое-то время но если это нет мы об этом никогда больше не будем говорить значит есть проблема это все что мы говорили до сих пор это все крутится вокруг да да что если я захочу ее перевоспитать ее перевоспитать я понимаю что трудная работа я понимаю не стоит не стоит этого вы будете знаете как это например известная такая проблема в израильских семьях такое здесь например там девушка она работает и там делать шрут люми это как бы волонтерка она там в каком нибудь месте где как называется но когда там юноша не очень как это плохая плохие ребята интернат интернет интернат интернат да например да допустим она там в интернате да работает и вот там парень в этом интернате она его воспитывает она его делает лучше становится еще лучше еще лучше и вот они за него выходят замуж то есть когда она его исправила и спасла и воспитала то по отношению к другим ребятам в этом интернате он вау действительно но по отношению к нормальным людям он ой где он там она довольна он уже перестал там материться в субботу он там больше там больше с ножами не ходит вот какое продвижение вперед знаете и вот она может в принципе это называется такое понятие называется эффект пигмалиона есть в психологии такое понятие эффект пигмалиона что это за эффект это по греческой мифологии был такой скульптор которого звали пигмалион и он создал скульптуру которую назвал женскую скульптуру которую назвал галатея И вот эта Галатея была настолько красива, настолько прекрасна, он ее так создал, что он там взмолился богам, чтобы они ее оживили, чтобы она стала живой женщиной. И действительно так произошло, она стала живой женщиной, и вот он на ней женился. Ну, они потом, конечно, развелись, потому что это было трудно с ним жить. Но есть такой эффект пигмальона, это когда преподаватель влюбляется в своего подопечного. И он сейчас не видит ее как ее, он видит результат своих деяний, он влюбляется в то, что он сделал, то, что он мог спасти, там, эту душу, он на самом деле это самовлюбленность. Любит результат деяния своих рук. Все, что не нормально, как говорил Раф Циуда, тогда все, что не на нормале, не делать этого. Просто идите просто нормальным путем. Есть так много трудностей в семейной жизни, когда две души должны встретиться друг с другом, что все эти вещи, они мешают. И я хочу закончить только тем, что все, что мы с вами говорили, это все крутится вокруг одной заповеди. Это заповедь возлюбив ближнего, как самого себя. И вот об этом я уже как вам рассказывал, что об этом говорит Рамбан Нахманин. Он говорит, это невозможно исполнить эту заповедь. Никто не может разлюбить всех, как самого себя. Такого быть не может. Это нереальная заповедь. И об этом говорит другой мудрец, отвечает как бы Рамбану, Рабхайм Виталь. Он говорит, но одного человека ты можешь любить, как самого себя. Кто же этот один человек? Твоя жена. По отношению к ней ты можешь исполнить эту заповедь. Хотя там трудности такие, такие у нее, это характер. Да. По отношению к одному человеку это реально. И поэтому мы хотим, все эти проверки происходят для того, чтобы научиться любить. А любить, это не просто там романтика, или там просто ты себя уничтожаешь, чтобы ей было хорошо. Это не так. Это сложный процесс. И вот трудно исполнить эту заповедь. И вот когда мы берем все эти вот вещи во внимание, то тогда намного легче так жить. Тогда можно ее исполнить. И поэтому, зная, что это все заповедь, это все становится в другом виде, все в другом случае. Это не какая-то эгоистическая, такой вот что мне подойдет, что мне будет лучше, нам будет хорошо. А это мы делаем что-то великое вместе. Успехов вам! Субтитры сделал DimaTorzok